Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 25 августа, день Фотия и Аникиты, назван в честь памяти мученикам Фотия и Аникиты. Они родственники, племянники дядя. Аникита выступил против устрашения сторонников христианской веры, за что был схвачен и мучен. Даже дикие львы не тронули его. Через множество пыток прошел Аникита, но Господь оставлял его в полном здравии. Племянник Фотий явился к императору и потребовал отпустить дядю Аникиту, за что был подвергнут пыткам и сожжен в печи. На Руси день этот называли Фотий поветенный, потому что убирали на поветях, сараях, в которых хранили лошадиные упряжки-сохи. Это надо было сделать сегодня, чтобы черт ногу не сломал и не разозлился на домочадцев. На Фоте возможны первые заморозки. Чувствовалось приближение осени. Клены уже сбрасывали листья, а перелетные птицы готовились отправляться на юг. Приметы. Если сегодня ясная погода, будет много белых грибов. Если сегодня дождливая погода, бабье лето будет длинным. Если к этому дню уже пожелтели листья на деревьях, это к ранней и прохладной осени. К нам сегодня пришел, он получил травму, упал на головы люди и возник вопрос, как быстрее эту травму залечить, с помощью чего? Ну, хотелось бы, да. Хотелось бы. И вот я знаю, он как раз уповает на то, что если в пище больше белка, то будет быстрее идти оздоровление. Ну, я не то, что уповаю. Мне кажется, что это вопрос такой. Ну, думайте. Ну, прямо скажем, сложный. Да, белок, волокна. Не знаю, полноценное питание, вероятно, витамины, кто знает. Микроциркуляция должна наладиться, я подзреваю, в колене. Ага, правильно. Вот нужно, соответственно, ее как-то подтолкнуть. Хорошо. Микроциркуляция в колене должна наладиться. Ну, это тот массаж, можно делать и прочие процедуры. Но важно, чтобы эта микроциркуляция принесла к поврежденному месту вещества, которые будут быстренько вести оздоровление. Ну, да, вопрос как из традиционного мумио. Вот, вот, вот. Традиционное мумио. Мумио – это обилие микроэлементов, обилие таких своеобразных биологических веществ, которые способствуют заживлению ушиба или раны, или перелома даже. А я предлагаю воспользоваться вот таким более простым и, я думаю, более сильным даже средством, как проросшая пшеница. Дело в том, для того, чтобы что-то восстановилось, нужен вот такой вот, так называемый фактор жизни, витальный фактор, чтобы потенциал организма повысили. Где его взять? Ну, мне кажется, солнце, женщины, природа. Солнце, женщины, природа – хорошо. Не знаю, там интересная работа. Вот самый витальный фактор лучше не придумаешь. Хорошо. Это, несомненно, важно, действительно. Но в проросшем зерне, так как имеется жизнь, и она прорастает, значит, всем процессам, которые возникли там, ну, для того, чтобы, для срастания и прочее, прочее, необходима скорость, необходима вот эта жизненность. И проросшая пшеница может и дать. Плюс, когда пшеница проращивается, что здесь происходит? Крахмал превращается в солодовый сахар. То есть, в свою очередь, получается прекрасное пиво. Вот, в свою очередь, в пиво, да. И обилие витаминов группы В. Это точно. Вот, именно те, которые нужны для того, чтобы все это делали. Поэтому я предлагаю сделать такое интересное блюдо. Даже так вкусно? Да, действительно, немножечко сладенькое. Я предлагаю сделать котлетки из проросшей пшеницы, и вы попробуйте их. Конечно, попробуйте. Для того, чтобы все быстрее у нас работало. И для этого мы с вами используем мясорубку. Сейчас будет страшный звук, мне кажется. Вот, мясорубочку включаем. Должны сначала получить вот такую массу. Туда добавим немножечко, кстати, чеснока. А знаете, зачем чесночок? Ну, за тем, что чесночок никуда не лишний. Мы знаем болисухуато, которым лет тысяч уже шесть, как минимум, из чеснока. В традиционной китайской медицине. Доктор хуато, мне кажется, что только не лечил. И китайцы, по-моему, их... Я даже одно время пытался эти боли супить. Но, к сожалению, мне, как европейскому человеку, это сложно. Потому что запах от этой лекарственной формы настолько сильный, что потом носишь его весь день. Даже если с утра только принимаешь. А уж если как хуато рекомендуют 3-4 раза в день, то я просто не знаю, как это можно. А какой запах вообще? Запах плотный, чесночный. Плотный, чесночный. Причем, что удивительно, был какой-то период сотрудничества с китайскими товарищами. Что удивительно, вот те болисы хуато, которые покупал в России, вроде приличные, в аптеке, в них такого сильного запаха нет. А те, которые приводишь из Пекина, в них этот запах еще сильнее. Может, технологии разные. Может, они на экспорт осознанно как-то делают более мягкую форму. Потому что, честно говоря, мне сомнительно, что это поддельно. А что вообще делает чеснок? Чеснок за счет своих жучьих свойств как раз усиливает микроциркуляцию. Ну, потом там фитонциды. Ну, фитонциды это одно. Для того, чтобы все быстрее зажило, важно усилить микроциркуляцию. И чеснок этому способствует. А в проросшее зерно я добавлю чеснока, знаете, для чего? Чтобы он придал нашим котлеткам мясной вкус. Что самое удивительное. А сейчас посмотрим, что у нас получится. Ну, я бы сказал, знаете, я напишу, что мне кажется, мясной вкус-то мы не передадим. Мы сработаем на здоровую психологическую иллюзию. Если котлетка мясная, да с чесноком, то вот она и мясная. Соответственно, наличие чеснока создаст иллюзию хорошей мясной котлеты. Не мясной вкус, а наша привычка к тому, что мясо с чесноком. Хорошо. Ну, кажется, мне как-то так. Жульничество, конечно, но такое честное жульничество. Так. И новая технология у нас заработали. 24-е лунные сутки. В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового. Или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку. Тренировку, в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить, либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости с целью реализации мужской энергии. Питание доверьтесь вкусам, но не переедайте. 25-е лунные сутки. Энергетика этих лунных суток после мощного выплеска предыдущего слаба. Соответственно, и человек чувствует себя опустошенным, склонным к уединению и пассивному созерцанию. И это правильно. Надо накопить энергию. А для этого никуда не спешите. Отдыхайте. День подходит для водных, расслабляющих и восстанавливающих процедур. Хорошо покопаться в своем сознании и очистить его от негативных мыслей и настроений. Причем подойдите к этому процессу с философским уклоном. А для этого помедитируйте, порассуждайте о смысле жизни. Найдите опору. Что касается физической нагрузки, то неспешные прогулки подходят лучше всего. И желательно сделать это на природе. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok